Я приветствую вас, возлюбленная и благословенная Церковь Святого Христа. Сегодня воскресенье в нашей Церкви к новому богослужению. Приглашаем всех. Давайте с вами помолимся. По традиции нашей Церкви наше богослужение начинается с хлебопреломления. Присоединяйтесь к нам, возлюбленные. Возьмите хлеб, возьмите наградный сок и будьте частью нашей Церкви. Дорогой Иисус, этот хлеб – это тело Твое, это вино, это кровь Твое. Сказал, ешьте мое тело, пейте мою кровь и будете иметь жизнь вечную. Кто не будет есть плоти сына человеческого и пить его кровь, тот не будет иметь себе жизнью. Спасибо тебе, Господь, за это обетование Твое. Ты сказал, что ядущий Твое плоти, пьющий Твое кровь имеет жизнь вечную. И тот, кто ест Твое плоти и пьет Твое кровь, тот не умрет во век. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь, что Ты хлеб, шедший с небес. Пусть мы едим этот хлеб, шедший с небес. И мы пьем это новое вино Царства Небесного. Аллилуйя. Пусть это Царство Небесное проявляется в нашей Церкви во имя Иисуса Христа. В жизни тех, кто слушает меня во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. В жизни нашей Церкви, да, являешься Ты, Сын Божий, разрушивший смерть и висшеств. А нам в жизни нет ления через благовестие. Аллилуйя. Пусть это благовестие сегодня звучит снова во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Что Ты нас восстановил, Ты нас удочерил, Ты нас родил во имя Иисуса Христа. Мы Твои дети родные. В нас течет кровь Божья во имя Иисуса. Жизнь Божья течет в нас, во мне, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь, что Ты проявляешься в моей личной жизни все больше и больше во имя Иисуса Христа. Что Ты являешься все больше и больше, все яснее и яснее, все четче и четче во имя Иисуса Христа. Что я вижу Тебя все реальнее и реальнее во имя Иисуса Христа. Весь жизнью во имя Иисуса Христа. Проявляйся, Господь, бессмертный Бог, нетленный, всемогущий, ведущий, всезнающий, премудрый. Аллилуйя. Ты владыка всей вселенной, владыка всего, творец, создатель, всемогущий. Аллилуйя, величественный, прекрасный, будь превознесен в превыше небес Божий. Аллилуйя. Славься, прославься во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. В нашей церкви добудет явление Сына Твоего, Господь. Пусть будет владычество Твоего Сына. Ты владыка неба и земли. Владычество Твоего, Господь, за меня во имя Иисуса Христа. Владычество во имя Иисуса Христа. Дабы все познали, что Ты единый премудрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дабы все познали. поем нашему господу присоединяйтесь к нам а верующие неверующие песня называется сирота то что все люди они которые не знают иисуса они все чувствуют себя сиротами одинокими и никому не нужны в конце концов разочаровывается и понимает что никому они не нужны а вот чувство в том что мы нужны дает господь и он вкладывает людей делится своим людьми которые нас окружают которые дают нам ощущение нужности дают нам ощущение того что мы любимы потому что бог есть любовь и по-настоящему нас любит только господь и наш у нас есть небесный отец который по-настоящему заботится о нас обо всех людях и когда ты разочаровываешься во всех людях тогда ты по-настоящему поймешь ценность господа потому что бог делится до своим характером со всеми людьми частично и но мы познаем господа чем больше мы познаем господа тем больше мы понимаем как нужен нам господь на самом деле аллилуйя и что только он по-настоящему любит нас он наш утешитель он наш обеспечитель он наше все аминь аллилуйя слава тебе господь давайте споем с вами неплохо Я одинок, как волк Мне плохо без тебя, в очеребе я китай Мне плохо без тебя, я пирота Ты сказал мне к тебе приближаться Прихом не шутить, не играться Спасать из целя, в лесах изгонять От побождать из мёглых от крыша Но я в себе кольцо и всех купался В чине ворско я отказался Заботился о том, что есть и как одеваться Пускал под солнцем место Тебе чести, твой листик Тебе как-то мы вместе Мне плохо без тебя, я одна Мне плохо без тебя, я пирота Я одинока, долгая Сколько ждать мне, сколько Мне плохо без тебя, я одна Я одинок, так долгая Сколько ждать мне, сколько Мне плохо без тебя, я пирота Я вновь к тебе взрываю Тебя я умоляю Освободи Иисус Иди ко мне, мой людь Я вновь к тебе взрываю Тебя я умоляю Освободи Иисус Малюш Освободи Иисус Малюш Освободи Иисус Малюш Аллилуйя, наш Господь, Аллилуйя Тебе, наш Небесный Отец, что Ты нас удочилил, что Ты нас усыновил, что Ты нас родил. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Теперь мы Твои наследники, и всё Твоё – это моё, всё моё – это Твоё. Аллилуйя. Твоё серебро, Твоё золото, всё Твоё, всё то, что мы видим, всё, что нас окружает, это всё принадлежит только Тебе, Господь, и Ты разделяешь с нами Своё Царство. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Сегодня по традиции нашей Церкви будем учиться молиться по Слову Божьему. У нас на очереди 2 Тимоте, 2 глава. Давайте с вами откроем. И будем сразу переводить эти стихи к священному писанию лично на Тебя. Потому что, когда мы отождествляем Слово Божье лично с собой, то Слово Божье отождествляет нас лично с собой. Аминь. Итак, укрепляюсь, дочь, я, благодатью Христом Иисусом. И что слышала при многих свидетелях, то передаю верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переношу страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто-то подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Аминь. Разумею, 7 стих. Разумею, что ты говоришь. Дадаст мне Господь разумение во всем. Аминь. 10 стих. Посему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасением Христа Иисусе с вечной славой. Верное слово. Если я с ним умерла, то с ним оживу. Если терплю, то с ним и царствовать буду. Если отрекусь, и он отречется от меня. Если я не верна, он пребывает верен и до себя отречься не может. Сию напоминаю, заклиная пред Господом, не вступать в славопрение, что немало не служит в пользу, а к расстройству слушающих. Стараюсь представить себя Богу достойной, делателем, неукоризненным, верно преподающее слово истин. А непотребного пустословия удаляюсь. Аллилуйя. И так, 20 стих. В большом доме есть сосуды не только золотые, серебряные, но и деревянные, глиняные. Одни в почетном, а другие в низком потреблении. И так, я буду чиста от всего, буду сосудом в чите, освященной, благоприятной владыке, годной на всякое доброе дело. Юношеских похоти убегаю, одержись правды, веры, любви, меры, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняюсь, зная, что они рождают ссоры. Мне же не должно ссориться, но быть приветливой ко всем, учительной, незлобивой. С кровостью наставляю противников. Не даст им Бог покаяния, познания истины, чтобы они освободились от всех из дьявола, которые ловили свою волю. Аминь. Слава Иисусу. Итак. Слава Иисусу. Нам нужно укрепляться благодатью, Христом Иисусом. Аллилуйя. И чтобы все знали о том, что ты верующий. Все должны знать, что ты святой, что ты верующий. И нужно передать это верным людям, которые были способны других научить. То есть я верую в Иисуса, я передаю вам, потому что Бог считает вас верным. Аминь. Даже если вы так не считаете, что вы верны, но во Христе Иисусе, да, Бог считает верными всех, потому что Он верный. Аминь. И написано, переношу страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Но воин, он должен воевать, да. Ну и когда приходят в нашу жизнь какие-то противостояния, когда противник приходит, да, нужно воевать и быть во всеоружии Божьем. Послание Фессиану говорит, что это за всеоружие Божье. Да, вы уже все научены, вы уже все все знаете. Вот вы такие все мудрые, умные. У вас ум Христов, мудрый, сходящий свыше. Вы знаете, что это всеоружие. Что это за всеоружие, да. Там описывается, как римский воин, у него щит веры, шлем спасения, меч духовный, броня праведности и овусть благовестия. Вот. И написано, если же кто и подвязается, не увенчится, незаконно будет подвязаться. Что это за незаконный подвязатель? Мы живем с вами по закону духа жизни во Христе Иисусе. Вот. И только по этому закону нам нужно действовать по имени Иисуса Христа. Только таким образом ты увенчиваешься. Вот. Мы освободились от закона греха и смерти. Нам уже не нужно принадлежать этому закону. Мы принадлежим другому, воскрешим из мертвых. И так как мы воскреши из мертвых уже, мы уже умерли со Христом, мы воскресли вместе с ним. Нужно осознавать себя. Осознавать себя, что мы живем по закону духа жизни во Христе Иисусе. Дух. Мы духи с вами. И мы. Наш дух живет. Молею. Когда он живет, наш дух, да, тогда мы его увенчиваемся. Вы даже сами можете ощутить всем своим естеством, да, что наслаждение вот от того, что мы становимся одно с Богом. Вы знаете, что на голове у Иисуса венец. Аминь. А так как мы во Христе, то на наших головах венцы во имя Иисуса в Христе. Мы увенчиваемся только благодаря тому, что сделал Иисус на Христе. Да. Аминь. И мы подвязываемся в вере, вере. Нам нужно верить на любое. Слава Господу. И, конечно, да, когда противников много, там, кто-то обратится, да, тому, что ты, вот, благодатью укрепляешься Христом Иисусом. Потому что они хотят своими силами, там, достигнуть, да, праведности и так далее. Говорить как-то Богу своими силами. Но, ну, живут по закону греха и смерти. И стараются, там, исполнить то, что говорил Иисус, да, когда жил еще на земле. Они, вот, не смотрят на женщину, там, в общем, ну, что там еще. Да. Харисеи они так и делали. Ну, они не смотрели на женщину. Но, когда женщина проходила, они, ну, в общем, закрывали глаза, спотыкались и падали. Ну, это, я слушала просто Сергея Шезловского, это он говорил. Ну, по идее, кто хочет, да, исполнить все, то, ну, потому что нет ни одного такого человека. И люди, они просто лицемерят на самом деле, на самом деле не могут это исполнить, вот, все, что говорил Иисус. И, ну, потому что там очень были высокие требования, вот. Если ты, там, возненавидел, ты уже убийца. Вот, если ты, а нет такого человека, который бы не возненавидел. Потому что такие чувства, они приходят. И даже уже верующие, потому что я знаю, да, когда не будешь, ты человек, когда он не в духе находится, когда он, ну, в том плане, что он в духе всегда. Да, но не всегда он ощущает это. Поэтому приходят такие вещи в нашу жизнь. Вот, и он чувствует, да, себя, что он, как будто Бог ушел. На самом деле он не ушел. На самом деле он всегда с нами. И, а мы с вами поступаем по тому, как мы чувствуем. А фарисеи, они чувствовали одно, а говорили совсем другое. Вот, и он называл поражение Хитнины, потому что он говорил, как-то, будучи злые, можете говорить доброе. Ну, вообще. Вот. И, ибо от избытка сердца говорят уста. Понимаете? Вот. На самом деле они ненавидели Бога. Это, на самом деле, они, ну, все это было лицемерие, понимаете? Лицемерие. Вот, перед Богом. Вот. А на самом деле они хотели просто праведным показаться перед людьми. А Бог-то видит внутренностью. Вот. И нам нельзя совершать эту ошибку. Вот. Поэтому и говорит апостол Павел, да, Господь нам через апостола Павла говорит, чтобы мы подвязались, да, чтобы мы укреплялись благодатью Господа в Иисусом Христом. Вот в чем нам нужно укрепляться, да. И подвязаться в вере, что мы спасены даром по благодати, по милости. И вот он говорит о том, да, что верное слово, если мы с ним умерли, то с ним мы же. Почему? Если. Потому что Господь снова обобщает. Через апостол Павла он обобщает всех людей. Вот. Я же говорю, что я тоже с ним умерла. Алис говорит, если мы с ним умерли. А я уже умела вместе с ним, поэтому я с ним уже ожила. Но есть еще люди, которые еще не услышали, да, что они умерли и ожили вместе с Иисусом. Вот. Если терпим, то с ним и царствовать будем, написано. Да, конечно, я терплю, и я с ним царствую уже. Вот. Если отрекусь, и он отречется от меня. Ну, я, конечно, не отреклась, я приняла Иисуса. И поэтому, вот, Иисус со мной. То есть, если мы неверны, он пребывает верен, и быть, или отречься не может. Что значит неверны? То есть, если человек идет в неправильном направлении, а если он не верит в то, что Иисус его спас, а Иисус его спас. Вот. И Бог пребывает верен, он все равно верен этому человеку в том, что он его спас. Вот. И он не может себя отречься, да, в этом человеке, потому что Бог, он купил его на самом деле. Он просто не знает, что Иисус его купил, этого человека, да и крови. Вот. И поэтому он не может себя отречься, потому что этот человек принадлежит Христу. Вот. И даже если человек, там, не знает вообще Бога, он неверен, идет в неправильном направлении, все равно Бог, он верен остается. Вот. И нам нужно верно преподавать, да, слово истины. Аллилуйя, слава Господу. Вот. Ну, здесь описывает апостол Павел, да, людей, которые распространяли ересь, да. Они отступили от истины, вот, и говорят, что воскресенье уже было, разрушать некоторых веру. Ну, что это за воскресенье, которое уже было? Потому что я тоже верю, что я уже воскресу. Иисус же воскрес, и смертво, значит, получается, воскресенье было, но они говорили о каком-то другом воскресенье. Вот. То есть они, говоря о том, что не будет никакого воскресенья вот этих людей, которые вот в могилах лежат. Я вот думаю об этом. Что, то бишь, есть люди, которые верят в то, что если похоронят человека, то все, навсегда уже там похоронены, никакого воскресенья не будет. Вот. Таким образом, ну, да, если ты там, ну, любил, да, этих людей, которые умерли, у тебя нет, тогда не будет надежды в том, что они снова живут, и ты будешь вместе с ними. Это, вот, разрушение веры, это вероломно очень. И поэтому нам нужно верить в то, что действительно умершие наши родственники, да, они все воскреснут, молилуи. А мы, как рожденные свыше, да, дети Божьи, нам нужно уже верить в то, что мы уже воскресли. Этому можно дискутировать долго на эту тему. Я думаю, что Дух Святой, оно все растает по полочкам, и вы все поймете, все разумеете. Потому что, на самом деле, было много воскресенья, потому что воскресенье, Лазарь, воскресенье, там, в Верховом Завете Илья там воскрешал из мертвых. Иисус воскрешал из мертвых девочку, да, двенадцатилетнюю. Вот, юноша воскресил из мертвых. Об этом говорится в Евангелии. Много было еще воскресенья, и сам Иисус Христос воскрес тоже из мертвых. Вот, поэтому не об этом воскресенье говорили имени Филипп, да, и распространяли, ну, то, что уже было в воскресенье. Вот, я думаю, что вы поняли. Нам нужно быть золотыми сосудами, да, в Доме Божьем. Хотите быть золотыми сосудами, да? Есть деревянные, глиняные, есть с отчетным употреблением, низком употреблении. Хотите быть в высоком употреблении, да, то нужно, значит, быть неукоризненным, делателем, представить себя Богу достойным, верно преподающим слово истины. Аллилуйя. Если ты верно преподаешь слово истины, то будешь золотым сосудом. Вот, благопотребным сосудом, освященным благопотребным владыке годом на всякое доброе дело. Аллилуйя. Слава Господу. Юношеских похоти убегай. Аллилуйя. Держись правду, верой, любви, мира, со всем призывающим Господа, чистойся. Аллилуйя. Слава Богу, это юношество у меня уже прошло. Аллилуйя. Потому что у меня было очень много в моей жизни таких ситуаций, когда вот я, ну, вот, были юношеские похоти, вот, от которых я не могла. А не как убежать. Вот. Ну, а слава Богу сейчас. Вот. Мудрость Божья. Вот. Слава Богу действует. Вот. И я уже понимаю ценность самого Господа, ценность того, что я имею. Вот. Это лучше. Аллилуйя. Слава Иисусу. Нужно быть приветливым ко всем, учительным, незлодливым. Не должен ссориться. Вот. И скротостью наставлять противников. Да, не с озлостью. Ах, ты там не веришь, да, так как я, ну, все, короче, иди в ад. Ну, обычно, вот, некоторые верующие, они так и проповедуют. Вот. И, в общем, с такой злой, с такой ненавистью. Вот. Либо лицемерие, да. Там. О, приветствуйте, там, сестра. Тра-та-та, тра-та-та. А потом, как скажешь что-нибудь, что думаешь, да, лучше бы ты там не приветствовал никак. Потому что, ну, как лицемерие получается. Вот. Либо ты с мером приходишь, либо ты, вот, если там что-то не нравится тебе, да, ты вообще кто такой, чтобы, да, судить. Потому что перед своим Господом стоит он или падает, а Бог в гости, или он восставит. А ты кто такой, да, что судишь другого? Либо каком судом судишь, да, таким будешь и судить. Вот. Иисус говорил о том, что он еще никого не судит, да, и что отец тоже никого не судит, но весь суд отдал сыну своему. А сын тоже никого не судит, понимаете? Вот. Аллилуйя. Мы приступили так к судье праведному. А судья праведный – это тот, который, который, как сказать, отделяет, да, овец из козлов. Ну, то бишь, он уже видит, он определяет, кто козел, а кто овца, как говорится. Вот. И мы сами, да, мы судьи праведны, потому что Бог отождествует нас с нами. Вот. А как определить – козел или отца? По отношению к церкви, то, как человек относится вообще к церкви, то, как человек относится вообще к этому благовестию Христову, к Евангелию, к Иисусу Христа. Вот. Вот. Тот, как он относится к Царству Небесному, к Царству Божьему. И это определяет, да, вот, вообще, определяет его статус и положение вообще, потому что мы судим о том, кто во Христе, а кто вне Христа. Кто, ну, как определить – ты во Христе или не во Христе? То есть человек должен, как сказать, принять эту истину в свою жизнь, да, потому что по плоти может человек много злого всего сделать. Вот. Независимо от того, христианин он или не христианин. Вот. По плоти может сделать много чего злого, понимаете. Вот. Мы определяем, когда человек сознает себя праведным, святым, совершенным, непорочным, честным, он и будет вестись и, соответственно, тому, как он себя видит. Как он себя видит, в каком положении – в Боге, да, или вне Бога. Вот как он себя видит, так он и поступает, так он и делает. И в глазах Бога, да, он спасен, да, он искупен, да, он искрен, но сам человек из-за того, что он думает иначе, мысли по-другому, он и живет в соответствии с того, что он делает. Естественно, он и злого делает. Вот. И как вот Иисус определяет, да. И мы же, когда законно увенчиваемся, мы сами ощущаем себя в состоянии наслаждения, рая. А когда мы уклоняемся от истины, да, мы ощущаемся в состоянии, как будто бы мы в аду находимся. Понимаете, это вообще выбор наш. Каждый человек, он сам выбирает, куда ему вообще идти. И что ему вокруг себя, какую атмосферу ему вокруг себя создавать. Алёвы, то есть мы источник, мы должны себя ощущать источником и вообще и хозяевами, и господами того, что Бог нам доверил, да, и сделать из этого либо рай, либо то, что ты там, либо, то есть ты выбираешь, что тебе делать. И, конечно, нормальный человек, да, он будет спрямиться делать вокруг себя, да, атмосферу любви. Алёвы. А для этого нам нужно соединяться с Господом, кривляться Господом нашим, Судом Христом. И к закону подвизаться. Алёвы. То есть жить по закону Духа Жения во Христе Иисусе. Аминь. Слава Иисусу. Ну, давайте начнем уже размышлять. Слава Божьим. У нас на очереди первая Иоанна, первая глава. Первая Иоанна. С 6 по 10 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по этим. Если же ходим во тьме. Если мы говорим, подобно как Он во тьме, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя. Истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его в живом, и Слово Его нет в нас. Аминь. Слава Господу. Итак. Ян, богослов, да, святой апостол, да, он тоже обобщает всех людей. Поэтому, если ты во Христе должен понимать, что твои грехи уничтожены, да, грех уничтожен. Смерть разрушена. Если грех уничтожен, да, кровь Иисуса на кресте, вот, если грех уничтожен, так ты должен понимать, что ты праведник, а не грешник. И, но вокруг нас живут люди, да, тоже. И Он, Господь, говорит им, да, если мы, что, мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не постараем по этим. То есть, есть люди, да, которые говорят, да, я вот молюсь Богу, я молюсь, вот. А ходит Он во тьме, все. Во тьме, это значит, вне Царства Божьего, вне, не во Христе. Он не осознает все, что Он во Христе. Вот. Поэтому Он живет абсолютно так же, как весь этот мир, который лежит возле. То есть, живет по-мирскому, то есть, далек вообще от Бога, от всего того, что Бог говорит. Вот. Он говорит, я молюсь там, да, и, а все равно ходит во тьме. Вот. То есть, Он не видит Бога, Он не видит дел Божьих в его жизни. И таких людей, Бог говорит, что они лжецы. Мы лжем не поступаем по истине. Потому что в истине там нету тьмы. Потому что в истине есть свет. Понимаете? Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Написано. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Кровь Иисуса Христа, Сына Его очищает нас от всякого греха. Аллилуйя. Видите? Во Христе Иисусе кровь Сына Божия очищает нас от всякого греха. Вот мы кровь Иисуса пили. Вот. Аллилуйя. То есть, она очищает нас от всякого греха. От всякого греха. Понимаете, как нам же нужно благочестивую жизнь вести, быть, придирать сирот и вдов, и хранить себя неоткраненными от этого мира. Но этот мир, вот я вокруг, ну вот я живу, а вокруг меня там люди грешат, матерят, злоусловят. Вот. И это как бы в мое разуме входит. А как сделать так же? Потому что, когда мы ходим, общаемся с Богом, да, кровь Иисуса очищает нас от этого сразу. Вот. Очищает нас от всякого греха. Описано не обязательно, что этот грех должен совершить ты. Потому что есть вокруг тебя грешники, да, вот, которые, вот, без Бога живут. Вот. А ты их греха очищает. Вот. От всякого греха написано. И даже если ты там что-то сделал неправильно, да, кровь Иисуса очищает тебя от этого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываемся мы в себя истины нет в нас. То есть есть люди, которые говорят, я хороший, я не грешу, я, ну, я никого не убивал, не прерыводействовал, никогда не воровал, ничего плохого в жизни. И, ну, вот, потому что у него своя мера праведности, вот, перед Богом. И он считает, что он хороший человек. Вот. И таких людей, они, вот, не хотят каяться вообще. Они не признают себя грешниками вообще. Я говорю, что я была грешницей. Я когда-то была грешницей. Я признаю, что я была грешницей. Вот. И я имела грех когда-то, да, а сейчас грех уничтожен. И, а здесь говорится, именно, Иоанн говорит о тех людях, которые нужно покаяться, нужно принять Иисуса. И как только ты принимаешь Иисуса, да, истина поселяется в тебе, молевую. Как истина в меня поселилась? Когда я призналась в том, что, прости меня, Господь, мои грехи. И когда я сказала, вот, что я осознала себя, что я грешница, и попросила Иисуса опросить мне мои грехи. Он меня простил, и истина поселилась во мне. Аминь. Слава Иисусу. А те люди, которые не признали себя грешниками, истина в них не поселилась. В них нет Христа. Апостол Павел говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Аллилуйя. Если исповедуем грехи наши, да, исповедуем, то есть говорим Богу, что я то сделал, это сделал. И написано, что Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Аллилуйя. То есть Бог, Он прощает нам грехи, да, очищает нас от всякой неправды, если ты исповедуешь свои грехи. Вот в католической церкви там прям люди приходили к священнику, они рассказывали ему о своих грехах, и священник им отпускал грехи. Ну, им так было легче верить. А мы сейчас верим, да, нам не нужно там никому рассказывать о своих грехах там. Вот. Мы можем напрямую Богу сказать, и Иисус, Он нам прощает. Нет никаких посредников между Богом и нами. Есть единственный посредник, это Иисус Христос, да. И когда истина в тебе поселяется, да, то истина в тебе поселяется, то ты можешь сам Богу говорить, вот, да, без всяких посредников. Есть церкви, где там душепопечители, ну, и там много всяких разных церквей, кому-то нужно, да, для того, чтобы, ну, он так лучше поверит Богу, если там кто-то там, если он поет церковь, там священнику рассказывает, он так лучше поверит, что все его грехи прощены. А я вот так вот могу сразу верить, что Бог мне прощает грехи, как только ты исповедуешь грех, да. Вот. То есть у Бога много разных способов, да, привести тебя в то состояние, вот, что ты любим Богом. Привести тебя в то состояние, что ты любим Богом. Вот. Аллилуйя. И если говорим, что мы не согрешили, то представляем его живым, и слово его нет в нас. Да. Конечно, согрешили, но это было, да, написано в прошедшем времени, согрешили. Да, конечно, согрешили когда-то. Потому что Иисус, Он умер же за грешников, мы же Его приняли, потому что считали себя грешником. Поэтому я Его и приняла, потому что я считала себя грешницей, поэтому я Его и приняла. Если бы не считала себя грешницей, то Он бы мне, Иисусу, не был нужен. Но я всей своей жизни показываю, что Иисус мне нужен, поэтому, поэтому и я служу Господу моему Иисусу Христу. Тем самым я показываю, да, всем, при многих свидетелях, что я считала себя грешницей, я умерла, да, вместе с Иисусом. Вот, и я воскресла, как новое творение во Христе Иисусе. Новое творение, древнее, пришло теперь все новое. Вот это древнее, которое грешило, древнее, которое раздражало Бога, вот, древнее, которое пригвозило Христа к Кресту, оно умерло. Вот, и теперь живет новое творение во Христе Иисусе, созданное по образу создавшего меня. Аллилуйя. То есть, созданное, это вот мое тело, оно создано. Вот, и это тело, оно славное по образу создавшего меня. То есть, я – это Бог, а Бог – это я. Аллилуйя. Я могу сказать Богу, я – это ты, а ты – это я. Аминь. Мы смотрим в зеркало. Двоих не бывает, да, но в зеркале ты видишь свое отражение. Вот, и то, что в зеркале, ты пощупать не можешь. Ты можешь пощупать себя только. Вот, а то, что невидимое, да, а зеркало, оно делает тебя видимым. Вот, и делает видимым Бога. Аллилуйя. Потому что в отражении ты видишь Бога. Аллилуйя. Примите драгоценную истину о том, что вот то, что ты не можешь, да, вот, пощупать, ощутить, это вот божественно. Это дух. Понимаете, это дух. Аллилуйя. Слава Иисусу. Бог желает, чтобы мы преобразовались в его образ, чтобы с каждым днем мы становились все лучше и лучше, да. И чтобы мы оставили мысли о смерти, оставили мысли о том, что ты когда-то состаришься, оставили мысли о том, что, ну, все негативные мысли оставили. Нам нужно мыслить позитивно. Нам нужно верить в то, что когда ты принял Иисуса, и ты все время общаешься со Святым Духом, да, с Духом Истины. И ты с каждым разом впитываешь в себя это не плене, а бессмертие, природу Бога. А Бог, Он бессмертный. Он был мертвым, Иисус, всего два дня, не больше, а третий день воскрес. И, к тому же, да, Он умер, Иисус Христос. Но Он это сделал для того, чтобы умертвить наши земные члены. Это когда Иисус умер, таким образом Он умертвил наши земные члены. Дела плоти, истребил все. Да, апостол Павел там описывает дела плоти, там всякие, там разные, плохие, да, там, янца, убийца, ненависть, там, расплелись, там, все такое. Вот, непотребство. Вот, это все дела плоти. Но это все было истреблено Иисусом Христом. Вот. Нам нужно верить, что эта греховная природа наша умерла. Все, ее нету. Мертвым он не может сделать ни худого, ни доброго. Он ничего не может сделать. Сейчас делает только новое творение во Христе Иисусе. Мы делаем только доброе. Бог всегда делает только доброе. Он никогда не делает ничего злого и плохого. Вот. Это мы, как дети Божьи, должны быть неукоритными, чистыми, да. И сиять среди этого развращенного рода, да, как светило в мире. Аллилуйя. Слава Иисусу. Так, дальше. 1 Иоанна, 2 глава, 1, 6. Дети мои, сию пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть у милого степления за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. И что мы познали его и знаем из того, что соблюдаем его заповедь. Кто говорит, я познал его, но заповедь его не соблюдает, то то лжец, нет в нем истины. А то соблюдает слово его, в том истина любовь Божьей совершилась. И всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, должен поступать так, как он поступал. Аминь там Иисусу. Когда Иисус, он жил, да, он никого не убил, никого, ничего никому плохо не сделал. Вот. Он только делал добро. Он всех исцелял. Он воскрешал измертых. Он кормил людей, да. Вот. Сказал он всякие чудеса. Вот. То есть делал их жизнью радостной. Вот. И нам нужно тоже, вот, поступать так, как он. То есть чем больше вокруг нас счастливых, радостных лиц, тем лучше. Аллилуйя. Бог этого желает, да. И соблюдение заповедей, это заповедь, да, новая заповедь, это любить друг друга. И еще не как новая заповедь. Ян писал госпоже, да. Вот. Не как новую, но заповедь, которую вы имели от начала, чтобы мы любили друг друга. Нам нужно любить Иисуса. Мы любили друг друга. Иисус любит меня, и я люблю его. Отец Небесный любит меня, и я люблю Небесного Отца. Это есть. Это заповедь, да. Что я люблю Иисуса. Вот. И так как мы любим Иисуса, то, конечно, мы любим и тех, кто в Исусе. Тех, кто в Исусе, мы их любим. Аллилуйя. Даже если ты этого не чувствуешь, ты знаешь, что ты их любишь. И твои мозги тебя догонят. Вот. Вы знаете, многие очень песни, которые родились, да, через меня о боках. Написал эти песни, молитвы. Они родились, но я еще не понимала их смысла. Понимаете? Я сама еще даже не понимала смысла вот этих песен, которые Бог мне дал. И вот постепенно, годами, начинаю понимать их смысл вообще, что имел в виду Господь. Потому что порой наши магии не это самое. Вот. Не догоняют. Вот. И Бог говорит, да, что мы уже исполнили все заповеди в Иисусе Христе. Вот. И придет время, когда ты это поймешь. Кто соблюдает Слово Его, в том истинно, Любовь Божья совершилась. То есть Бог любит всех. И 1 Коринфян 13 глава описывается, да, что это за Любовь. Аллилуйя. Что истинно, Любовь Божья совершилась. А Любовь, она, она совершенная Любовь изгоняет страх. Вот. То есть не должно быть никакого страха. Если страх присутствует, то там уже все. Это несовершенно. Вот. Любовь Божья не совершилась еще. А Любовь совершается только, когда мы поступаем, да, так как Он. Им и Иисусом двигала Любовь. И если бы кто согрешил, то, видите, при условии, если бы кто согрешил. Но это вовсе не обязательно, чтобы ты согрешил. И Иисус Христос ходатарствует, да, да, и вот вообще нам грехи не вменяются в преступление. Даже если ты там что-то плохо сделал, Господь говорит о том, что во Христе Иисусе нам грехи не вменяются. То есть когда, если ты догналась, и ты сознаешь себя во Христе, да, даже если так случилось, но ты не хотел, и даже если хотел, даже если умышлен, все равно грехи тебе не вменяются. Ты должен понимать. И как добрый Бог Иисус Христос, отрежать атаки дьявола. Если Он придет и скажет тебе, а, вот видишь, ты согрешил, все, значит, тебя сейчас, и вот видишь, что с тобой случилось, вот это вот сразу наказание пришло за то, что ты, это Бог тебя наказывает. И знаете, что это не Бог, потому что Бог не вменяет тебе грехов и преступлений. То есть наблажен тот, кому Бог не вменяет грехов и преступлений. А это мы с вами. Те, кто уверовали в Иисуса Христа, те, кто во Христе. Вот, Бог нам не вменяет грехов и преступлений. Аллилуйя. Независимо от того, когда это случилось, да, когда ты, вот, если согрешусь вдруг, да, это не имеет значения, когда в прошлом или в будущем. Это абсолютно не имеет значения, потому что в вечности там нет ни прошлого, ни будущего. Там есть здесь и сейчас. Здесь и сейчас грехи уничтожены. Все. Аминь. Во Христе Иисусе. Слава Иисусу. Так, дальше идем. 1 Иоанна, 3 глава, 4 по 6 стих. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грехи и беззаконие. Вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел его и не познал его. Аминь. Слава Иисусу. Вот видите, всякий согрешающий. Не видел его, не познал его. А мы с вами познали его, Иисуса Христа. Так, стало быть, Бог считает, что мы не согрешаем. Аминь. Он уже явился, чтобы взять грехи. Он уже их взял. Да? И в Иисусе, в нем нет греха. А мы в нем, в Иисусе. Стало быть, в нас нет греха. И всякий, делающий грех, делает и беззаконие. Грехи и беззаконие. Вот. А мы с вами живем по закону Духа жизни во Христе Иисусе. Поэтому здесь вот не может быть никакого беззакония, если ты живешь по закону Духа жизни во Христе Иисусе. Дух живет, да, во Христе твой. Он во свете. Он не согрешает никогда. Вот. В нем нет греха написано. Видите, в нем, в Иисусе нет греха. Если ты говоришь, а там в другом месте Писание написано, да, если говорить, что не имею греха, то истины нет в тебе. Вот как это понять, противоречие? Вот. Имеется в виду, да, вот о чем мы, кстати, говорили. Если грешник, ты грешник, да, то тебе нужно покаяться. Покаяться тебе нужно только один раз в жизни. Вот. И все. Ты встаешь на сторону Бога. И все. И осознаешь себя во Христе Искупленном. Если ты в нем уже, во Христе, то в тебе нет греха. И ты должен думать о себе, что грех твой уничтожен, в тебе нет греха. Аминь. Слава Иисусу. Мы должны отознать себя праведниками. Первая Иоанна. Так, давайте. Восьмой и один из трестих. Третьей главы еще прочитаем. Кто делает грех? Тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для всего ты и явился в Сын Божий, чтобы разрушить тела дьявола. Те, которые рожденные от Бога, не делают греха, потому что семья его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Аминь. Слава Иисусу. Видите, всякий рожденный от Бога, он не делает греха. Аллилуйя. И написано, он не может грешить. Аллилуйя. Мы сами рожденные от Бога. Мы рожденные свыше. И ты не можешь быть одновременно и дитем дьявола, и дитем Бога. Ты либо дитя дьявола, либо дитя Божье. Вот. И я считаю, что я дитя Божье. Да, поэтому я не делаю греха, потому что Сын Божий уже разрушил дела дьявола в моей жизни. Он разрушил уже. Разрушил смерть явлением Сына Божьего. Да, разрушил смерть, явил мне жизнь и не тленю через благовестие. Я это благовестие приняла, поэтому все мои дела дьявола в моей жизни разрушены. Это что, дела дьявола какие? Это смерть, да, вот, грехи. Вот, они, грехи уничтожены, смерть разрушена, все. Поэтому Сын Божий уже в моей жизни есть. И мы уже рождены от Бога. Его семя пребывает, да, в Нем. Семя – это Иисус. Семя Христа, да, пребывает во мне. И я не могу грешить, да, потому что если Иисус во мне, вот, как я могу грешить? Я не буду грешить, вот, потому что рождена от Бога. Аллилуйя. Потому что если я скажу, что я грешу, да, ну, будучи во Христе грешу, это я говорю, что значит Бог грешит. А Бог, Он безгрешен. Бог не может грешить. И если ты – это Бог, а Бог – это ты, да, вот, то ты не можешь грешить. Аминь. И вот таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Аллилуйя. Как ты можешь, ну, не любить, да, других людей, за которых умер Иисус? Вот. И если любовь взаимная, это значит, ты осознаёшь уже себя в Нём, в Христе. Потому что Иисус, Он так сильно возлюбил, да, тебя, что умер за тебя. И любовь до того совершенства достигает в нас, да, вот, что мы мир воспринимаем так, как он. То есть ты даже душу можешь отдать за ближнего своего. Вот. Потому что так сделал Иисус. Вот в чём любовь заключается. Вот. И что значит отдать душу? Как понять отдать душу? Иисус пошёл умирать. То есть апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Вот. То есть, то бишь, понять о том, что вот греховное тело плоти наше умерло, да, с этими похотями. Вот. И когда ты осознаёшь себя, то, что ты уже умер, вот, и когда вдруг ветхий человек начинает там что-то там это самое, и вот когда ты смиряешься, вот, когда ты, вот, уступаешь своему ближнему, да, и тем образом ты отдаёшь свою душу. Тем образом ты отдаёшь свою душу. Потому что душа твоя хочет другого абсолютно. Она хочет отомстить, она хочет, там, чтобы справедливость восторжествовала. Вот. А справедливость в чём заключается? В том, что Бог любит вас одинаково. Вот. И что, если там произошла ссора, там, или неприятность какая-то, Бог вообще не на чьей стороне. Понимаете? Если между вами произошло. Вот. И он всегда на твоей стороне. На твоей стороне. И каждый так думает, что он на твоей, на его стороне. И что остаётся? Любить друг друга. Всё. Любить друг друга, братья и сёстры, потому что в нас живёт Христос. Он просто не может не любить. Да. И он всё равно. Даже если... Если в тебе живёт Христос, ты не будешь мстить. Если в тебе живёт Христос, ты не будешь там желать что-то плохо ближнему своему. Вот. Всё равно, даже если помыслил там что-то плохо, всё равно ты справишься. Всё равно ты... Бог тебя... Ты начнёшь ощущать любовь к своему ближнему. Всё равно. Как только ты соединяешься с Иисусом, крепляешься Господом, с Иисусом Христом, ты тут же начинаешь ощущать любовь к своему ближнему. Всё. Даже если ты не чувствовал до этого. Минуту назад не чувствовал, чувствовал ненависть какую-то там. Вот. Но когда ты приходишь в нормальное состояние, да, вот, в Божьей присутствии снова ощущаешь, ты ощущаешь то, что ты снова любишь. Да. Вообще ты любил всегда. Бог видит, что ты любишь всегда. Аминь. Потому что нам нужно смотреть на невидимое, да, нежели на видимое. Больше нам верить в то, что уже сделал Господь. Он любит через тебя, этого человека. Да. Написано «не есть от Бога». Вот ты, вот, когда, если даже пришла такая вот мысль, мысль, что, ну, вот, что-то плохое подумала о другом человеке, это уже не от Бога было. Потому что Бог так не думает о нём, об этом человеке. Но даже тебе такая мысль пришла, тебе нужно просто отсечь эту мысль, убрать её. Вот. Начать мыслить хорошо об этом человеке. Даже если, вот, ну, вот, как тебе совладать, да, вот, своими эмоциями, чувствами, там, вот. Отдать душу свою. Отверни себя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И пусть Иисус теперь живёт. Отверни себя. Ну, в том плане, что отверни, вот это вот то, что плотский человек, да, вдруг. Вот это вот греховное тело плоти воскресло. Хотя оно не может воскреснуть. Вот. Оно умерло уже навсегда. Если Иисус умер, то это навсегда. А если Он воскрес, то это тоже навсегда. Вот. И Иисус показывал раны, да, на своих руках, ногах, вот, в ребре, где копьём его проткнули. То есть, Агнец Божий, он будет царствовать всегда. Царствия его вечная. Вот. Напоминание о том, что Он был закон за нас. Это будет вечно напоминанием нам о том, никогда Бог не забудет того, что... И мы никогда не забудем о том, что сделал Иисус на кресте за нас. Это навсегда. Вот. И раны эти, у Иисуса на руках, навсегда. Если нужно напомнить тебе, они будут навсегда. Да, если тебе всё время надо напоминать об этом, то они будут навсегда. Вот. И воскрес, Он тоже навсегда. Потому что в вечности там всегда всё навсегда. Аминь. И если грех уничтожен, то это навсегда. Аллилуйя. Давайте, драгоценные братья и сёстры во Христе, да, создавать вокруг всей атмосферы любви. Делать рай. Аминь. Это в наших руках. Давайте совпоём. Мя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он смотрит на своих детей как членов его семьи Вот, и это вообще не зависит от тебя Вот, потому что он тебя родил, Бог, и ты являешься его сыном Ты никак не можешь перестать быть его сыном Вот, потому что он тебя родил Это и есть покаяние И так же в семье, да, ну, родители Они тоже не могут сделать так, чтобы и сын не был их сыном Вот, только если там бросят его там Или в детский дом сдадут Или еще что-нибудь сделают Вот, тут-то их установить, там другой Вот, но Вообще, этот сын, он все равно ответственен сыном навсегда Вот, даже несмотря на то, как ты к нему относишься А Господь, Он всегда относится к нам с любовью Поэтому быть сыном Божьим, быть дочерью Божьей Это привилегия полевое И Люди, которые не хотят принимать, да Вот, противятся Богу, да Противники, вот Ну, дети дьявола Они Господи, прости, да Вот, это тоже не покаяние Как сказать, что Когда человек умрешит, да Вот, говорят Господи, прости, помилуй И продолжать жить своей жизнью Ну, в смысле, продолжает жить так, как он жил Вот И не осознает себя живущим во Христе Вот, этот человек еще не покаялся То есть не произошло духовное возрождение Не произошло покаяние Вот, и когда человек по-настоящему кается, да Перенимает в сторону Бога Вот, он начинает ему служить Аллилуйя Служить Богу И даже если Это, ну, вот, даже если Он там, ну, совсем мало служит Богу Даже если, ну, все равно Что-то делать для Бога Это уже является покаяние Вот, кто-то много делает, кто-то меньше делает Вот, и вообще Привилегия в том, да Когда мы служим Богу Мы ощущаем наслаждение Вот в том-то нашей привилегии есть То, что, когда мы ощущаем присутствие Бога, да Когда мы преобразуемся в Его образ И, знаете, вот, люди, которые, ну, допустим Все время грешат, да В том, грешат, там, прощение у Бога Они и живут греха постоянно Они, грехах, он их уничтожает Потому что возмедия за грех смерть Вот И когда ты не осознаешься во Христе Иисусе То дьявол может делать в твоей жизни все, что он хочет Ну, там, приносить болезни, там, приносить, там, неприятности Там, всякие, там, воровать у тебя, там, и так далее В общем, но когда ты во Христе Иисусе То дьявол не имеет на тебя никакого права вообще прикасаться Вот Потому что он под твоими ногами И люди сами позволяют, да Дьяволу, там, воровать у них, убивать их Они сами выиграли смерть Вот Когда вот человек, он, ну, алкоголик, там Или непотребством занимается, там, блудом и так далее Он же сам против собственного тела, да Идет, там И он себя сам, он выбрался и сам себя убивает Вот И Но как мы, как мудрые дети Божьи Нам надо убегать этого Понимаете? Убегать этого То, чем мы сами и занимаемся Вот Нам сильно много стараться не надо Когда ты Осознаешь себя единым с Богом, да То тебе не нужно прям так напрягаться, чтобы там Бог угодить Это как-то происходит все естественно Это просто жизнь Это твое, как бы, дыхание Это дыхание твое вообще Это жизнь твое Это естественно для Сына Божьего Для дочери Божьей жить так Вот Постоянно быть соединенным со Христом, да И Светить во имя Иисуса Христа Чтобы Когда Иисус Чем больше ты общаешься с Богом Тем больше Иисус Проявляется в твоей жизни Его не пление Бессмертие Божественное здоровье Обеспечение Вот И так далее Вот Победа во всех сферах жизни Успех И так далее Это будет сопровождать тебя Потому что Бог победитель Иисус победитель Он успешен Он богатый Иисус, да Ему принадлежит все И он владыка Он царь Ты будешь господствовать Ты не будешь внизу Ты будешь наверху Ты не будешь хвостом Ты будешь головою Во имя Иисуса А мы и есть Глава, да Тела церкви Бог смотрит на всех людей Одинаково И Вы В откровениях Иоанна Богослова Описывается, да Какие ноги У Сына Человеческого У Иисуса Христа Подобны Халкаливану Раскаленном в печи Это бронза Вот И Вот такие ноги В огне все Понимаете И А голова У Иисуса, да Она У него Очень огненные Как пламень огненный Волосы Его как белая Как волна Вот Описывается И Я вот размышляю Думаю Почему вот Ноги у него Вот Раскаленные в печи Вот почему они Вот именно Вот такие Раскаленные в печи Вот Я думаю Что Когда Бог смотрит на всех людей Как на одного человека Вот Поэтому И все люди Он видит всех людей В нем В Иисусе Вот Есть люди Которые Сами Выбрались Жить В огне Понимаете Они сами Выбрались Жить Вот Постоянно Гореть Ну вот Потому что Ноги Да Вот она Под нашими ногами Находится И Дьявол Написано Будет брошен В озеро Горящее Огнем И серо Вот И Так как Сын Божий Он Топчет Дьявола Да Своими ногами Вот И Оттого Его ноги Они Как раскаленные в печи Подобно Как Алкальвана Раскаленные в печи Вот Потому что Бог же Он виднесущий Вообще Вы думаете В аду Его нет Вот И Я думаю Что Озеро Огненное Это Тоже Это тоже Прообраз Того Что Потому что Бог Он виднесущий Если вы думаете Что в озере Огненном Его нет То вы ошибаетесь Вот Потому что На самом деле Он виднесущий Господь Вот И Люди Которые Постоянно Выбрали Быть В огне Да Ну Жить в огне Вот Вот Они Постоянно Будут Как бы Постоянно Война Война Между Добром И злом Война Со всякими Там Бедцами Вот И так далее Какими-то Неудачами В своей жизни И Вся жизнь Борьба Вся жизнь Вот Война Вся жизнь Против кого-то Надо все время Воевать Все время Надо Чтобы Воевать И вот знаете Вот Ветхом Завете Там Описывается Царь Аса Который Вот Приготовил Там У него было Там Вооруженных Столько-то Столько-то Там Коней Столько-то Там В общем А для Чего Вот Когда Человек Он Собирает Вот Это Вот Оружие Смерти Это Признак Того Что Будет Нападение Понимаете Придет Нападение Придет Вот То Что Зря Что Ли Это Все Копил Это Для Того Чтобы Ну Потому Что Аса Он Б Божьим Да Царем И Бог Даровал Ему Победу Победу Но Он 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 Приготовил Все Эти Колесницы Этих Всадников Большое Количество То 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 Твое Само Состояние Воинствования То То Когда Ты С кем Ты Собираешься Воевать Ты Готовишься Начищаешь Свою Меч Ты Это Само Будь Готов К тому Что Будет Нападение Вот Потому Что Зачем Вообще Начищал Тогда Вообще Все Это Дело Вот А Есть Люди Которые Живут Все Время Первые Только Да У Все Время Пир У Веселых Всегда Пир Понимаете У Радостных Всегда Пир У них Всегда Там Радость Это Они Ни с кем Не Собираются Воевать Вообще Вот И Аллилуйя Слава Господу Я думаю Что Глама Тела Иисуса Христа Да Если Ты Глама Тела Иисуса Христа Чем Дальше Ты Вот От От Того Что Ты Внизу Да Внизу Вот Тем Тем Лучше Во имя Иисуса Христа Тем Лучше Потому Что Ты Твой Мозг Он Вообще Наслаждается Мозг Вообще Живет Мозг Если Вот Мозг Умирает То Вообще Все Тело Умирает Поэтому Бог Так Сделал Что Наши Мозги Они В голове Понимаете Вот То Как мы Мыслим Это Имеет Очень Огромное Значение Нашей Жизни Я Вот Хочу Чтобы Мыслить Позитивно Я Вообще Не хочу Ни с кем Воевать Я Вообще Человек Миролюбивый Я Не Люблю Ненавижу Ненавижу Конфликт Вообще Я Люблю Да Радоваться Люблю Смеяться Вот Люблю Есть Сатирот Тоже На голове Заходит Вот И Люблю Слушать Да Люблю Наслаждаться Вот И Нам Нужно Вообще Сознавать Да Что Мы Являемся Главой Главой Телы Соса Христа Понимаете Слава Господу Слава Нашему Сосу Давайте С вами Продолжим Размышлять Давайте 1 Петра 3 глава 1-7 стих Так, 1 Петра 3, 1, 7. Так, некогда и святые жены, упалавшие на Бога, украшались его, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Авраама, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонатлетницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Аминь. Слава Иисусу. Ну, здесь о замужних, о женатых. Аллилуйя. Мне, как незамужней, Господь является моим мужем, поэтому я должна покоряться Господем. Слава Иисусу. И Господь, Он действительно относится ко мне благоразумно, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь. Как сонатлетницей благодатной жизни, дабы не было препятствий в молитвах. Никаких препятствий между умной и Богом нет. Аллилуйя. Но если ты замужем, да, или если ты женат, то здесь говорится наставление. Петр наставляет, чтобы жены повиновались своим мужьям. Вот. И если, допустим, муж неверующий, да, он, глядя на жену, начнет покоряться словом. То есть, жена не учить должна мужа, да, а вот своим поведением показывать о том, что вот она верит в Иисуса. И тогда, вот, муж, он приобретается для Господа, когда увидит твое чистое, богобоядненное житие. Перед Богом драгоценно, да, кроткий, молчаливый дух. Сокровенность сердца через некленной красоте, кроткий, молчаливый дух. Вот. Некленная красота жены, вот, это драгоценно пред Богом. Ну, что драгоценно пред Богом? То есть, ты не говоришь что-то плохое, вот, на, на свое тело, вот, ни на тело мужа ничего не говоришь плохого, потому что дух, он не кленный, он красивый пред Богом, он молчаливый. Молчаливый в том плане, да, что не говоришь ничего негативного на свое, на своего мужа или на тебя. Вот. И это драгоценно пред Бог, потому что Бог видит тебя такой прекрасный, вот, некленный, красивый, вот, лучше всех. Но, когда ты начинаешь говорить, что это негативное, вот, мне не нравится, толстый, мне вот, я, или, там, толстый, или, там, еще что-то. Вот. Мне это не нравится, то не нравится. Вот. И муж там не нравится и так далее. Но, здесь написано, некоторые, некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своему мужу. Вот. Когда повинуется жена своему мужу, она тем самым украшает себя. Вот. Знаете почему? Потому что муж начинает видеть ее так, как Бог ее видит. Красивую, вот, нетленную, то есть не стареет никогда. Она в его глазах вообще не будет никогда стареть. Вот если она будет повиноваться ему вообще. Вот. Потому что Бог, он видит жену прекраснейшей из женщин. Она прекрасна всегда. Она не тлеет. Она, в общем, не стареет. В общем, она всегда молодая. Вот. И вот это внешнее, да, вот, внешнее, то, что женщина там, ну, хочет красиво одеваться, хорошо выглядеть. Оно просто померкнет, если женщина не будет, ну, вот, повиноваться самому мужу. Так, ну, что дальше? Так, Сара повиновалась Абрама, называя его Господином. Вы, дети, если делайте добро, не смущайтесь ни от какого страха. Ну, вот, например, какой страх может к жене прийти? Чем кормить детей? Или, да, или вот, жена может подумать, о, муж, что вдруг он меня бросит, сейчас оставишься, он меня вдруг бросит. Вот. И... А Сара, она вообще об этом не волновала, что там муж ее бросит, что там она старится когда-нибудь и так далее. Ну, там, чем кормить детей? В общем, ее это не волновало. Ну, потому что, когда ей исполнилось 90 лет, наконец-то она забеременела, да, и зачала, и родила сына. То есть, не было у нее такого страха, чем кормить детей. Вот. Если ты во Христе, да, если ты с Богом, то вообще таких мыслей даже не должны посещать. Так, дальше. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. То есть, мужу дается, да, повеление относиться к жене, как к крупкому, немощнувшему сосуду. И нужно оказывать ей честь. Малилуи. То есть, не позорить ее, там, говорить, вот, и там такая-сякая. Вот. Если будешь так делать, то будет тебе препятствие в молитве. То есть, Бог, он, небо закроется. Ну, в том плане, что оно всегда открыто, но будет трудно очень, да, войти в присутствие Бога. То есть, ты не будешь наслаждаться Богом из-за того, что ты плохо к жене относишься. Потому что, когда ты плохо относишься к жене, это значит, ты плохо относишься к Богу. Ну, вот. Это значит, ты так к Богу относишься. Потому что жена – это наследница благозатной жизни. Мы же санастренники Иисуса Христа. Бог называет нас санастренниками Иисуса Христа, наследниками Божьей. Бог очень высоко ценит жену. Бог очень любит, да, своих дочерей, вот, он очень трепетно к ним относится, вот, также он говорит, что мужья тоже так же относились своим жором, аллилуйя, слава Иисусу. И в Библии там написано, да, про Антихриста, который, одно из его качеств, да, то, что в желании жен не уважит, то есть это одно из характеристик Антихриста, вот, тот, кто идет против Иисуса Христа, то есть он в желании жен не уважит. Вот, и, а Иисус Христос, он уважает, да, желание жены, уважает желание жены. Аминь. Слава Иисусу. Так, дальше. Иисус Христос, 5 глава, 22-23. Жены повинутесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жену своим мужьям во всем. Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водной посредством слова. Чтобы представить ее славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить свою жену, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца свою, мать и прилипится к жене своей. Будут двое, одна плоть. Тайность сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. А жена доброится своего мужа. Аминь. Слава Иисусу. Слава Господу. Здесь тоже наставление мужьям и женам. Вот. И жена должна повиноваться мужу, как Господу. Аллилуйя. Муж глава жены, как и Христос глава церкви. Видите, Христос глава церкви. А так как я и Христос одно, я и отец одно, то я глава церкви. Аминь. Он же спаситель тел. Аллилуйя. Вот как ты можешь свое тело спасти? Вот это вот тело, да? Когда ты мыслишь правильно, говоришь о своем теле правильно, как церковь повинуется Христу. Аллилуйя. Так и жены своим мужьям во всем. Аллилуйя. Бог поставил, да, апостола Павла. То есть то, что говорил апостол Павел, должны повиноваться были, да, те, кто его слушает. Вот. И он говорит о наставлении церкви. Я и Христос одно, я и отец одно. И, конечно же, мы все члены одного тела Иисуса Христа, мы одно являемся. И церковь, и Христос это тоже одно. Аминь. И Христос возлюбил церковь. И Христос возлюбил церковь, предал тебя за нее. Аминь. Вот я вот предаю себя за вас, потому что, ну, я подсвятив свою жизнь Иисусу Христу, Господу моему, да, я предаю себя за вас. Получается. Потому что я тратчу свое время на то, чтобы пребывать с Господом. Вот. Вот. Постоянно пребывая в общении Слова, вот, в общении с Духом Святым. Вот. И, как бы, не то, что это жертва, а то, что это образная жизнь. Вот. И Бог избрал меня, поэтому, слава Господу за эту привилегию, вот, и поставил, да, пред вами. И для меня, мне нужно сделать так, чтобы, чтобы церковь была беспятная, беспорока и чего-либо подобного. Но дабы она была святая, а не беспорочная. Я представляю вас, да, чтобы вы, ну, вы поняли, да, что вы святые, непорочные, чистые. Аллилуйя. И так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любить самого себя. И вот муж и жена – это одна плоть, говорится о том, да, что она, что муж и жена – одна плоть. То есть, если ты плохо к жене относишься, ты, значит, относишься плохо к тому себе. Если хорошо, любишь свою жену, ты любишь самого себя, значит. Вот. И Господь, Он питает и греется. То есть, муж должен, да, питать и греть свою жену. Вот. То есть, кормить ее, греть ее. Вот. Заботиться, одевать ее, потому что освещать, очистив баню водным посредством слова. А как ты можешь очистить свою жену, да, то есть, нужно говорить ей постоянно комплименты, говорить такие слова, поощрения, да, ты моя прекрасная, ты моя самая лучшая и так далее. Таким образом, жена освещается, соответственно, твоего слова. Вот. И она преображает, она хорошая, она начинает становиться лучше, да. И в твоих глазах, когда муж там называет ее, там, прекрасная, она и становится прекрасной. По слову мужа, да. Вот. Когда он ее постоянно там гнобит, она, естественно, она и становится. Она потом и выглядит потом уже так плохо. Вот. Если посмотришь на чью-то жену, да, вот, на жену посмотришь, значит, муж такой. Вот. Потому что, если муж хорошо к жене относится, то и жена, она будет все хорошеть, хорошеть, расцветать. Да. А если он плохо к ней относится, то и она будет… Потому что, посмотришь на жену, значит, ты муж такой. Вот. Если посмотришь на детей, потому что дети – это слава жены, а жена – слава мужа, а муж – это слава Божья. Посмотришь на мужа – это слава Божья. Какой муж? Таким образом Бог прославляется через мужа. Вот. И никто не имеет ненависти к своей плоти. Но это неестественно – ненавидеть свою жену, ненавидеть своего мужа, потому что вы – одна плоти. Аминь. И оставить человек отца, свою мать, прилипеть в жене, если будут двое-однократно. То есть нужно оставить, если вы хотите хорошее отношение, чтобы были вот сюда в браке, то нужно оставить своего отца и свою мать. То есть нужно жить отдельно. Вот. Потому что если вы будете жить там в доме отца или матери, то будут проблемы у вас, постоянные ссоры. Но после того, с кем делить там, вот, потому что матери обычно вот, и ровную, да, своих сыновей там, своим невесткам. Или там наоборот. Вот. Семья, она, когда рождается, она должна жить отдельно. Вот. От родителей. И вообще родители не должны там, ну, вмешиваться в эти отношения. Вот. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Алила. Алила. Да, каждый из вас залюбит свою жену, как сама у себя жена боится своего мужа. Алила. Ну, в том плане, что уважает своего мужа, так же, как Господь. Алила. То есть к благоговениям нужно относиться. Алила. Потому что он слава Божья. Муж – это слава Божья. Дети – это слава родителей. А родители – это слава детей. Вот какие родители, такие дети. Алила. Такие. Да, если вы Христе. Вот. Вообще бывает так, что вот в Ветхом Завете там было, да, что вот там даже если кто злословит от Тайма, того побивали камнями. Там очень строго еще наказывали закон по закону Моисея. Вот. За такой грех, да, неуважение к родителям. Потом говорилось о том, что дети не несут ответственности за грехи своих родителей. То есть там уже был такой завет с Богом, да, что если родители там грешили, то дети, они не виноваты. Они несут только наказание за свои грехи. А за грехи родители не несут. Вот. Вот первая заповедь, да, вот 10 заповедей, когда Моисей принес еврейскому народу, да, на горе был Господом, потом через 40 дней он явился и принес крючайный завет, на котором было 10 заповедей. Так вот, первая заповедь гласит о том, что не сотворите в кумира, да, мне не поклоняйте там ничего, ну вот. Не вверху, не внизу, ступай с землей, в общем, не делайте никакого изображения, вот. И не поклоняйте им, не служи им, ибо я Господь, ревнитель твой, наказывающий за вину родителей детей до третьего, четвертого рода, ненавидящий меня. То есть, Бог говорил о том, что те, кто делает себе таких вот всяких кумиров, да, идолов всяких, вот, они ненавидят, значит, Бога. Но, слава Богу за Новый Завет, Господа нашего Иисуса Христа, да, вот раньше вообще было грехом, там, делать какие-то картины, портреты с изображением людей, это вообще считалось грехом, вот, кто, ну, там, религиозные, там, люди, они вообще считали это и идолом, или, там, скульптурой там какие-то. Кто-то считает это проведением искусства, а кто-то считает это и идолом, вот. И сейчас, слава Богу, да, вот, мы, вот каждый человек, он согрешил этим, нарушил пьявую запад. Получается, ненавидит Бога. Вот, допустим, ты делал себе фотографию свою, да, поставил, вот, это уже ты делал изображение, вот, а Бог, говорит, не делал никакого изображения, это, это по Ветхому Завету. Ты уже нарушил, понимаете, первый запад. И Бог не вменяет тебе вот этого греха вообще, знаете, почему? Потому что Иисус умер, да, на кресте. Вот, и, когда христианцы появились, вот, видите, там, иконы, там, церкви. Бог не вменяет вообще этого греха людям, то, что они, ну, допустим, православным церквям, то, что они сделали там все изображения. Он, это не вменяется вообще. Вот. И Дети уже несут, да, за свои там грехи только, за грехи родителей они не несут наказание. Вот. И, тем более, когда мы во Христе Иисусе, то мы вообще не несём никакого наказания. Вот. Потому что Бог принял на себя наше наказание. И закон, да, был где-то водителем ко Христу. Вообще, Бог считает всех людей своими детьми. Вообще. Но есть, и вообще все люди, братья и сёстры. Вообще все. Но есть рождённые свыше. Это совсем другая категория людей. Бога человеков, которые родились от Бога. От Слова Божия, пребывающего вовек. Аллилуйя. От непленного семени родились. Это и есть мы, те, кто во Христе. Те, кто служат благовестием Господа нашего Иисуса Христа. Вот, чем отличаются мы от других людей. Вот. Это привилегия. И чем ближе мы к Богу, тем дальше мы от всего проклятого. Первая Коринфина, 14 глава, 34-35 стих. Жены ваши в церквях. Ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том доме мужей своих. Ибо неприлично жене говорить в церкви. Аминь. Слава Иисусу. Слава Господу. Видите, здесь говорится о замужних женщинах. Вот. Ну, здесь говорится о законе. Закон духа жизни. Законе греха и смерти. Жены ваши в церквах домолчат. Ну, это, скорее всего, потому что жены, они были очень болтливы. Вот. И поэтому, и поэтому апостол Павла запрещал им говорить в церкви. Да. Вот. Потому что, ну, я слышала проповедь такую. Потому что много замужних, да, сестер, они проповедуют в церкви. Это получается, что, ну, здесь противоречие идёт. Но на самом деле здесь говорится о том, если ты замужняя, да, и, ну, жена, то надо в церкви молчать. Нельзя говорить постоянно. Потому что жены, они там болтали, мешали, вот, ну, проповедовать. Вот. Когда вот дети, да, вот в церкви, допустим, дети, они же болтают тоже. Они мешают. Вот. И поэтому и детское служение отправляют в другую, там, комнату, где за ними смотрят во время проповеди, чтобы они там не галдели, не мешали проповедовать. То же самое делали жены. То есть жены, они мешали проповеднику проповедовать, понимаете, постоянно перебивали, задавали вопросы. Вот. Поэтому апостол Павел дал такое наставление, чтобы они не разговаривали. Вот. А если что-то непонятно, дома мужа спрашивали. Вот что говорится, вот о чем говорится. Ибо неприлично же не говорить в церкви. Вот так же вот, да, ну, дети там, например, в церкви. Ну, я вот, допустим, проповедую, вот мне очень мешало, допустим, внутрь зашел, да, зашел, да, зашел, я вот проповедую, а он мешает мне проповедовать. Вот, я отвлекаюсь постоянно. Ну, вот. Ну, это неприлично вообще. Вообще. Вот. Поэтому надо, чтобы был порядок, да, в церкви. Ну, Бог дал нам мудрость, чтобы этот порядок, он был в нашей церкви. Слава Богу. Ну, чтобы не перегибать палку, да. Вообще, что имел в виду Иисус, когда говорил, не препятствуйте детям приходить ко мне. Вот. И ученики же бронили детей, вот, уходите, уходите. А Иисус говорил, не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковы хитарцы небесные. Вот. И вообще Иисус же, он везде, он же не только здесь, вот на этом месте, где я проповедую. То есть, я не то, что я препятствую там детям своим, ну, допустим, если я не пускаю их на богослужение, да, вот, если я не пускаю детей на богослужение, чтобы они не голодили, не сумели. Вот. Это не значит, что я препятствую детям прийти в Царство Божие, не препятствую им прийти к Иисусу. Нет. То есть, у нас есть определенное время, благочестивое, когда мы с ними общаемся, когда говорим об Иисусе, когда я им учу об Иисусе, там, читаю, там, книжки, там, христианские, так далее, Библию. Вот. Таким образом мы, да, воспитываем детей в учении наставления Господней. Понимаете? Бог нам даровал мудрость, чтобы, вот, чтобы мы не путали одно с другим. Понимаете? Вот. Аллилуйя, слава Иисусу. То есть, Бог, он вездесущий, поэтому дети, они могут везде с Иисусом встретиться. Вот, пожалуйста, ну вот, Аллилуйя. Ну что, давайте с вами споем «Мой малыш». Вот малыш номер один, младенец. Так. Так. Играет музыка 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 в церкви во имя Иисуса Христа. Пусть жизнь, река твоей жизни течет с огромным потоком во имя Иисуса. Пусть сильным водопадом благословения изливаются в жизнь мою, в жизнь нашей церкви, в жизнь тех людей, которые слушают меня во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе за новую песню молитвы, за то, что ты облагаешь мои уста слово свое во имя Иисуса Христа, даешь новое откровение во имя Иисуса. Спасибо тебе, мой Небесный Отец. И пусть твоя воля исполнится, что все люди спаслись и обетели по знанию истины во имя Иисуса Христа через нашу церковь. Пусть все присоединятся во имя Иисуса Христа в самом части нашей церкви. Во имя Иисуса Христа осознают себя едиными с тобой, едиными со мной. Во имя Иисуса Христа, ибо я и Отец одно, я и Христос одно. Ты, Христос одно, ты и Отец одно. Во имя Иисуса Христа. Ты разостраняешься в твое благочистое, твое Царство, по всей вселенной. Во имя Иисуса Христа. Пусть будет явление сына твоего повсеместно в нашем городе. Во имя Иисуса Христа. В моем городе, в моей стране. и распространяется по всей вселенной, по всему миру во имя Иисуса Христа. Иисус Господь, Иисус Истарь, Иисус Победитель, Иисус Истилитель, Иисус Владыка Неба и Земли, Царь и Царей Бога Богов и Господь Господствующих, и нет подобного Тебе. Спасибо Тебе, что Твоя Церковь, она святая, чистая, непорочная. Халюи, что мы видим Твое лицо, происходящее солнечное сияние, от лица Которого бежала небо и земля, не нашлось и место во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, Господь, за атмосферу любви, рая в семьях во имя Иисуса Христа, атмосферу Твоего присутствия во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. За атмосферу, аллилуйя, благоприятную во имя Иисуса Христа, для того, чтобы семьи были как можно больше счастливей во имя Иисуса Христа, радостней во имя Иисуса Христа, чтобы было много положительных эмоций во имя Иисуса Христа, наслаждений во имя Иисуса Христа в семьях, в самоотношениях между мужьями и женами, родителями и детьми во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. За мудрость, ходящую свыше за ум Христовый. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, мой Небесный Отец, что Ты просвещаешь мой разум во имя Иисуса Христа, что Дух Святой, Дух Истины со мной во имя Иисуса Христа. Молюсь. Аминь. Молиться, ученаш, закончим нашу сегодняшнюю официальную часть богослужения, потому что вся наша жизнь богослужения, с вами не прощаюсь, потому что наша церковь Иисуса Христа, шахтерская церковь на острове Сахалине служит Господу. Круглосуточности, мне в неделю 24 часа в сутки, потому что я, Отец, Сын, Дух Святой, одно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok